Музыка в ресторанах, кафе и во многих других заведениях без лицензионного договора с Российским авторским обществом и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Это прямое нарушение закона об авторских и смежных правах. Соблюдают ли их в Махачкале? Решили проверить наши корреспонденты и вот что удалось выяснить. Найти свободный столик в этом ресторане обычно по вечерам большая проблема. И на этот раз здесь многолюдно. Когда в зал зашли люди в форме, многие посетители заведения восприняли это крайне агрессивно и ринулись выяснять отношения. Представители Всероссийской организации интеллектуальной собственности и прокуратура неоднократно предупреждали руководство ресторана «Довинчи» о необходимости заключения договора для законного использования музыки. Однако данные требования были проигнорированы. В итоге сотрудникам правоохранительных органов пришлось пойти на крайние меры и изъять музыкальное оборудование. В данном заведении систематически происходит нарушение закона, предусмотренной статьей 7.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это незаконное использование музыкальных фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. Прежде чем применять такие меры воздействия, мы неоднократно предлагали руководителю заведения заключить лицензионный договор и использовать музыкальные фонограммы закона, что не было сделано. Сейчас работниками правоохранительных органов производится конфискация оборудования, с помощью которого использовались фонограммы. Большинство ресторанов и кафе уже имеют договоры с РАО и ВОИС, и тем самым закона используют музыку. Но в отношении руководителей тех досуговых заведений, которые не хотят соблюдать требования закона, будут применяться меры административного наказания с конфискацией оборудования, что и было сделано. В ходе проверки в вышеуказанном объекте установлен факт публичного исполнения музыкальных произведений, посредством акустических колонок, а также звукозаписывающей аппаратуры. Для правомерного публичного исполнения фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять выплату вознаграждения. Штраф по данной статье предусмотрен на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией контрфактных экземпляров, а также материалов, оборудования и иных орудий совершения административного правонарушения. В Дагестане представительство РАО и ВОИС работает не один год. И за это время проведена большая работа по защите интеллектуальной собственности. Хочу обратиться к руководителям заведений, в которых используются музыкальные произведения. Для того, чтобы музыка у них звучала законно, им нужно заключить интенсионный договор с аккредитованными организациями, которыми являются Российское авторское общество и Российская организация интеллектуальной собственности. Вместе с тем хочу поблагодарить районную прокуратуру города Кировска, Советская Ленинская прокуратура и прокуратуру города Каспийска за активную работу. Средства, которые выплачиваются в РАО и ВОИС пользователями музыки, в последующем распределяются между авторами и исполнителями, как того требует закон. Марьяна Умагалова, Руслан Салихов, Юсуп Газиамаров. Время новостей.